Всем привет! Сегодня четверг, и я разговариваю тихонько, хотя выбралась уже на балкон, потому что у меня Женя спит после смены. У меня сегодня была очередная поездка на биржу труда. Я в шоке. Бухгалтера никому не нужны. Ну, не нужны, так не нужны, поэтому продолжаю свою карьеру блогера. Я выбралась на балкон, и даже на балконе я стою и щурюсь. Такое сегодня солнце. Но я не скажу, что очень уж прям тепло, потому что ветер холодный. Ну, скажу сразу, что ездила без шапки, без беретки и без повязки. Я иногда, когда так ветрено, повязку такую одеваю, ушки закрываю, но ездила прям так. Ой, встретила по дороге соседа. Мужчина живет в соседнем доме. Такую хорошую поговорку сказал, поэтому вот побежала сразу за камерой, чтобы рассказать вам. Как же он сказал? Сказал, ешь, пока рот свеж, а как завянет, никто не глянет. Вот вспомнила. Ешь, пока рот свеж, а как завянет, никто не глянет. Это я к чему? Это я к тому, что я иду по дороге вся в думах, в каких-то размышлениях. А он говорит, красавица, а что задумывалась? Я говорю, ну, проблемы. Ну, а что проблемы? Проблема-то что, на миллион? Я говорю, ну, не на миллион. Я говорю, ну, все равно, говорю, их обдумать надо, обсусолить со всех сторон. А он объясняет, а что обдумывать и обсусоливать? Как посуду, что ли, помыть? В общем, сказал, хорошо. И вот к тому он и добавил. Это он имел в виду тот смысл, что пока мы молодые и красивые, не надо задумываться над такими проблемами так глубоко. Надо любить себя, надо с юмором, наверное, ко всему относиться. Поэтому я вот сняла такой маленький болтовлог, рассказала вам. И сейчас, наверное, навострю лыжи, пока солнце светит, к бабушке на дачу. Пока я не ушла на дачу, я вспомнила анекдот, который рассказал все тот же сосед. Вот у меня сразу мысль возникла, вот его надо брать в напарники, в компаньоны по видению своего канала. Рассказал анекдот. Значит, встречаются два друга. Один другого спрашивает. Говорит, ну, ты, говорит, женился? Говорит, да, давно женился. У меня жена, детки. А ты? Говорит, а я себе жену выбираю. Сколько же времени-то выбирать? Ты будешь ее? Говорит, кто ж тебе нужен-то? А он объясняет. Ну, говорит, я жену, говорит, ищу, чтобы была, говорит, с тремя фазами. Первая фаза, говорит, это чтобы была, говорит, хорошая хозяйка на кухне. Значит, вторая фаза, чтобы была красавица в гостях. И третья фаза, чтобы была проститутка в постели. Ну, надеюсь, меня за такие слова мой канал не заблокируют. Вот, потому что, ну, анекдот есть анекдот. Вот это же не я придумала. Прошло некоторое время. Они встречаются опять. Ну, и, конечно же, тому-то интересно, нашел-таки он трехфазную себе жену или нет. И говорит, ну, как, говорит, ты нашел, говорит, себе? Да нашел, говорит. Ну, и как, говорит? Да у нее, говорит, сдвиг по фазе. Она, говорит, в гостях проститутка. В постели хозяйка, а на кухне красавица. Вот, наверное, девчонки. Пусть у нас будет с вами много фаз. Пусть у нас никогда сдвигов по фазам не бывает. Каждая фаза пусть будет на своем месте. Ну, а мужчинам, моим подписчикам, я, наверное, пожелаю, чтобы и они наш тумблин с фазами включали и выключали вовремя и пользовались аккуратно. Мы же тоже бываем под напряжением. Ладно, пока-пока. Сейчас прощаюсь с вами, потому что побежала на дачу. Если будет какое-то продолжение, то еще раз с вами поздоровайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Всем привет еще раз. А я в лесу. Не взяли бухгалтера. Я же сказала, что я буду продолжать карьеру бьюти-блогера. Я уже продолжаю не карьеру бьюти-блогера, а карьеру юната. Я в лесу. Смотрите, что я насобирала. Это вот такие вот веточки с какими-то мини-почками, недоразвитыми. Но у меня они подходят, потому что они хорошо гнутся. Это вот такие вот шишечки. Правда, сыроватые, потому что у нас в лесу шел дождь. Это вот такие вот веточки еловые. И еще, еще, еще. Вот там на дне. Вот там. Там на дне. Это мох. И все это с подсветкой вообще. Мы крутые. Мы по ночам лазим по лесу с подсветкой. Собираем мох. Я еще такая, я вообще такая крутышка с секатором. Кстати, все я это рассказала. А для чего мне это нужно? Я же собралась покрасить яйца к Пасхе. И чтобы все это было красиво, я вам потом покажу, что я хочу из всего вот этого сделать гнездо. Женя надо мной поиздевался и сказал, что все то, что ты набрала, это будет гнездо аиста. Ну или для страусов. Так, а мы приехали на транспорте. Смотрите, мы крутые. Я вам рассказывала, что я ношу повязку. Я делала повязку, чтобы мне уши не надуло по ветру. И мы приехали на скутере. А время? А время-то без 29. И мы в лесу. Не подумайте, мы не маньяки. Мы просто юные натуралисты. Ну, пока Карина ходит, ищет шишечки. Ух, вооруженная... А это на кабана! Да, вооруженная очень опасна. Вот, закат. Солнце почти уже село. Я там что-то так быстро все наторабанила. Это как будто бы прям испугалась, что я в лесу, надо быстрее бежать. Все наговорила, надо бежать. Ага, что ты взяла? Только мне совершенно не слышно, что комментирует Женя. Я, может, тут в трех соснах хожу. Женя там сказки рассказывает. Ага, про Машу и медведей. Я такая придирка, как настоящий блюти-блогер. Эта шишка мне не нравится, эта шишка мне не подходит. А тут вообще не той формы валяются. И вообще, у вас граната не той системы. А потом я буду ждать, когда зацветет папоротник. Тот, кто найдет цветок папоротника, тот в этом году выйдет замуж. Но вообще-то цветки папоротника клад показывают. Клад? Да. Значит, муж будет кладом. Обклеится цветками папоротника, что ли? Чего? Я говорю, обклеится цветками папоротника. Или одного хватит. Женя, дурак. Время к десяти часам вечера. Уже пора пить чай. А что такое? Отсвечивает. Уже пора пить чай. Я лохматая, да? Я лохматая. Но это я с леса такая лохматая. Что в лесу делала, не знаю. Шишки сожрала. Уже пора пить чай с медом и ложиться спать. Посмотрите, что я делаю. К десяти часам вечера. Она может. Я делаю. Папа может. Папа может. Все, что угодно. Я делаю шашлык куриный. На сон грядущий. Да. Очень все просто. Водичка, луксус, кетчуп. Лимон, лук. Секрет ингредиент секретного сока. Вот такая приправа, как говорит Женя. Ты добавила туда глютамату, поэтому я все ем. Нет, она без глютамата. Честно, честно. Да, вот только написано без глютамата. Без глютамата. Я вот такое приправу туда насыпала, посолила и лимон добавила. В общем, это всю ночь постоит, а завтра этого ничего не будет. Нету. Женю потёк живот. В общем, на этом я, наверное, всё-таки прощусь таки с вами в очередной раз. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова